Инфляция Неуправляемая инфляция, как последняя проблема Путина, аналитический обзор VSJ, как отмечается в материале The Wall Street Journal, несмотря на то, что рост цен замедлился во многих развитых странах мира, в России наблюдается противоположная ситуация. Только за последний месяц инфляция в РФ перевалила за отметку в 9%, зацепив широкий спектр товаров и услуг. То не было инфляции лет пять, то третий год прет на участке, как сумасшедшая. Ой, замучила уже. Так, картофель в этом году подорожал на 91%, авиаперелеты эконом-классам на 35%. Наблюдаемая инфляция, это то, что народ по опросам, которые фонд для Центробанка делает, он говорит, а мы ее видим. Она 17%, а не 7%. С начала полномасштабного вторжения меньше, чем за два года. Рост цен на так называемые FMCG, это Fast Moving Consumer Goods. То есть товары повседневного спроса, еда, косметика, гигиена и прочее, корма для животных. 50% с начала полномасштабного вторжения. Москва проигрывает войну за ценовую стабильность. В этой битве ей не помогло повышение процентных ставок более чем в два раза в 2023 году. И может не помочь их новое поднятие, запланированное на этот год. Просто не в текущей вот цифре инфляции, которая тебя должна поражать, да, а в том, что все это, о чем ты говорил, создает перманентный инфляционный фонд, который, как бы Элечка ни старалась со своей ставочкой, никуда не уйдет. На ситуацию повлиял и дефицит рабочей силы, возникший из-за мобилизации мужчин на фронт или их бегство за границу РФ. Сокращение численности населения и дефицит рабочих лишь усугубляют инфляцию. Так какой клюшки не хватает сейчас? Ну, возьмем, допустим, людей. Вот нет людей, ну мало людей. В топку добавили дров новые санкции от США, усложнившие импорт товаров из Китая и Турции, увеличив их стоимость для российских потребителей и бизнеса, повышая стоимость конечного продукта на внутреннем рынке. При этом после первоначальной рецессии экономика РФ восстановилась до довоенного уровня благодаря обходу санкций и экспорту нефти. Сам Путин признал, что по концу года будет около 8%. Некоторые аналитики говорят, что может быть даже и больше, хотя ЦБ по-прежнему считает, что 7,5% может быть. Но, тем не менее, по опросам людей, то, что расчет инфляции чисто по ощущениям людей, это минимальное, это 15%. Но по факту, если мы берем 4 товара или 4 товара и услуги, значит, это ЖПХ, транспорт, медикаменты и продукты питания, то получаем процентов 25-30 инфляции. Люди так и говорят. Но да, инфляция высокая, но для терпящего все, вытерпливающего все население, это пока не предел. Я думаю, что у Путина еще есть резерв по росту инфляции в следующем году. Я имею в виду печатание денег и финансирование войны. Высокая инфляция делает ведение войны более дорогостоящим и приводит к еще большим военным расходам. При этом военные расходы РФ, составляющие около 7% ВВП, стали своего рода драйвером роста экономики. В то же время, несмотря на привлечение более полумиллиона работников, оборонный сектор испытывает острую нехватку специалистов. Ситуация действительно очень тревожная, нехорошая ситуация. Но она вот просто с каждым днем становится хуже и хуже, по большому счету. Надо просто провести большую и огромную кампанию в Европе и Америке, приезжайте к нам, дадим вам повесить гектар, будете у нас в области. Люди откуда ломаются. Российский социум тоже приложился к росту цен. Инфляция вызывает у русских воспоминания о кризисе 1990-х годов и побуждает их сокращать потребление и искать выгодные предложения. Это замедляет оборот товарно-денежной массы, делая многие бизнесы нерентабельными. А также становясь почвой для будущего дефицита товарных позиций, которые не пользовались спросом, а значит, к их подорожанию. По ощущениям, вот чисто без анализа, да, подросли цены. Если еще подрастут, наверное, буду переходить на хлеб с водой. Очень сильно изменились цены. Очень выросли в полтора, а то и два раза. Это только продукты. Остальные вообще за шквар. В три раза точно. Сайт «Индекс борща», который подсчитывает, как меняется стоимость потребительской корзины для граждан, говорит об этих процессах в простых цифрах. Стоимость ингредиентов борща выросла на 26% по сравнению с прошлым годом. Инфляция только разгоняется. Она уже просто потеряла все берега. В начале июля, как вы знаете, инфляция на флотную приблизилась к 10% в годовом исчислении. Такого резкого недельного скачка инфляции, который мы видели в начале июля, не было за всю историю войны. Она за неделю вскаканула почти на 1%. 0,62%. Соответственно, они ставку повышают, инфляция разгоняется. Ничего не работает. И тут она выходит с этим монетарным лозунгом, что повышение налогов никак не сказывается. Еще как скажется. Сейчас главного ресурса у режима это время. Потому что они прекрасно понимают, 25-й год все покатится по наклонности, денег уже нет в концу 2024-го. Мы даже не ожидали, что они фонд национального благосостояния начнут дербанить в мае месяце. Я думал, они как в прошлом году в декабре там чуть начнут дербанить. Они уже не стесняются. Они уже просто вытаскивают деньги отовсюду, откуда можно. А нужна ли была большая война, вот эти санкции и инфляция людям, которые и без того живут в тесных квартирках на доходы в 20-40 тысяч рублей в месяц? Людям, которые берут кредиты на самые простые вещи, вроде бытовой техники, и не могут себе позволить даже в магазинах хороший продукт? Ну, тут ответ, конечно, очевиден. Нет, не нужна. Им нужно было совершенно другое. Ну, например, повышение зарплат, социальной поддержки, снижение процента по ипотеке, наконец. Но наших правителей это не заботило. В апреле этого года на встрече с Советом законодателей Путин спокойно заявил, что россияне справятся со всеми трудностями и твердо пойдут вперед. Но проблема в том, что эти трудности им создает сам Владимир Путин. Ну, а иной раз и вовсе кажется, что ухудшение их жизни это и вовсе целенаправленная политика Владимира Путина. Ведь управлять зависимыми и бедными, как известно, гораздо легче. Цены за год в два раза выросли, а зарплата нет. А в Америке вообще все дорого. А при чем здесь Америка? Мы в России живем. Одни лекарства сколько стоят. А в Америке вообще лучше не болеть. Да при чем здесь Америка? В Америке тоже люди в минус 20 во дворах у костра греются? А в Америке знаешь, сколько бомжей на улице? У них бомжи по тысяче долларов получают. В Америке на эту тысячу даже хлеба не купишь. А вы были хоть раз в Америке? Нет, мне репортажей Киселева хватает. Субтитры создавал DimaTorzok